Всем привет, с вами Агера, и в этом видео я сделаю обзор на 5 лучших пиратских серверов с мини-играми в Майнкрафт. Сегодня я покажу вам разнообразные проекты, которые, я уверен, вам понравятся. Некоторые из них могут быть вам неизвестны, хотя они популярны и имеют большой онлайн. И, пожалуй, главное, что делает эти сервера уникальными, и почему они мне понравились, так это прикольные режимы, включая SkyWars, BudWars и много других разнообразных мини-игр. IP всех серверов из этого видео вы можете найти в моём телеграм-канале, ссылка на который находится в описании под этим видео, а также поставьте лайк, а мы начинаем! Первый сервер, который я вам хочу показать, это Тверион, и, возможно, некоторые о нём уже знают, но лично я зашёл на него впервые. И знаете что? Это единственный сервер из тех, которые я вам сегодня покажу, на котором вы можете летать в лобби, и для этого даже не нужна привилегия. Мелочь, но приятно. Кстати, я понятия не имею, почему у меня скин о могуса, если что, я его не ставил, но неважно. В общем, лобби красивое, и на этом сервере есть несколько прикольных режимов, к примеру, Fast Builders, на котором вы можете тренировать свои навыки строительства. Этот режим предназначен именно для практики строительства, а вот режим под названием Clutches нужен для того, чтобы вы учились красиво сейвиться. Кстати, изначально, когда вы сюда зайдёте, бот будет откидывать вас не сильно, он вообще не сможет вас скинуть. Но если вы настроите его, вы можете увеличить мощность откидывания, тогда вы отправитесь в полёт, примерно как я сейчас. Но есть более интересный режим на этом сервере, это Sky PvP, и он мне очень понравился. Здесь происходит тупо такое мясо, постоянно вы с кем-то пвпхаетесь, сливаете друг друга, скидываете палками на отдачу других игроков. Я прям залип здесь на минут 20, советую вам тоже поиграть в эту мини-игру. К тому же, лично у меня здесь хороший пинг, поэтому удары проходят хорошо, и это круто. Также здесь есть режим Amal Garage, на котором вы должны сломать кровать вашему противнику несколько раз и победить. Кстати, я как-то заметил, что игроки здесь играют не сильно жёсткие, поэтому приятно всех сливать. Sky Wars'а здесь, к сожалению, нет, но есть Bed Wars. Кстати, чекайте, просто посмотрите на эту карту, меня сегодня эти амогусы преследуют, мне страшно. Bed Wars вроде и прикольный, но там немного онлайна, возможно, я просто зашёл не в то время. И да, в этом видео, по сути, не будет плохих серверов. Но все следующие сервера, которые я вам буду показывать, будут всё лучше и лучше, и на них будет всё больше и больше онлайна. Потому что я решил сделать именно топ серверов. Ну что ж, посмотрели на Therion, а теперь погнали дальше. Следующий сервер называется Gamster, и это уже более крупный сервер во всех планах. Во-первых, лобби, оно огромное и красивое. Во-вторых, онлайн, больше тысячи игроков играет на этом сервере постоянно. Поверьте мне, это большой онлайн, учитывая, что я зашёл ночью. И самое главное, здесь есть много крутых мини-игр. К примеру, Sky Wars, Bed Wars, Дуэли и куча всего другого. Давайте сначала посмотрим на мою любимую мини-игру под названием Sky Wars. Сразу скажу, он мне понравился. Карты взяты из хайпикселя, киты тоже, поэтому для тех, кто играет на пиратке, самое то. Пинк у меня здесь тоже хороший, поэтому удары проходят хорошо. Но вот могу сказать, что я сыграл одну игру и заметил, что почему-то игроки как-то очень сильно откидывают меня, да и вообще друг друга. Не знаю, с чем это связано, но это была эпичная игра, которую я, конечно же, затащил. Следующий режим, который я вам хочу показать, это Bed Wars, на котором, кстати, здесь примерно 300 онлайна. Что тоже хорошо, то есть ждать начала игры долго не придётся. Карты тоже взяты с хайпикселя, да и сам Bed Wars почти полностью такой же, как и на хайпикселе. Но в целом он мне понравился, тоже сыграл там пару игр, на изи заточил. И могу сказать, что игроки здесь тоже не сильно жёсткие. А также здесь есть дуэли, много разных дуэлей. К сожалению, не во все дуэли у вас получится поиграть, потому что где-то немного онлайна. Но, по крайней мере, я сыграл в Build.UHC и мне понравилось. Правда, у меня такое ощущение, что я играл против какого-то бота, серьёзно. И ещё на этом сервере есть режим Fast Builders, который тоже качественно сделан. Напоминаю, на этом режиме вы можете улучшать свои навыки строительства. Да и вообще, режимов здесь реально много. Но я вам хочу показать ещё более топовые сервера, поэтому идём дальше. Следующий сервер, на который я хочу сделать обзор, называется Blocks MC. И, пожалуй, это самое атмосферное лобби, которое я вообще когда-либо видел. Я не знаю, чем оно меня так сильно зацепило, но просто посмотрите. Это будто какая-то деревня из средневековья. Вы можете найти здесь замок, и всё сделано реально стильно. В общем, этому лобби оставлю 10 из 10. Мини-игр здесь тоже очень много, и, наверное, даже больше, чем на предыдущем сервере. И почти на всех этих режимах много онлайна, это самое главное. Для начала посмотрим на Sky Wars, который здесь тоже почти как на Hypixel. По крайней мере, карты и киты точно взяты из Hypixel. Во-первых, мне понравилось, что здесь у меня сразу открыты все киты, хотя я зашёл сюда впервые. В общем, все игроки играют на равных условиях, всё честно. А также система PvP, как по мне, здесь намного лучше, чем на предыдущем сервере. Удары проходят более приятно, плюс игроки не так сильно откидываются. Видимо, они более правильно настроили PvP-систему на своём сервере. Также на этом Sky Wars хорошо распределён дроп, в общем, геймплей приятный. Но игроки всё так же нубы, походу, об этом я буду говорить на каждом сервере. В общем, эпично затащил катки на Sky Wars. А теперь давайте посмотрим на Bad Wars. Он тоже взят из Hypixel, и он мне понравился. Но давайте не будем тратить время на обзор этого режима, потому что хоть он и прикольный, но ничего необычного в нём нет. Также здесь есть дуэли, которые мне очень понравились, несмотря на то, что мне попался очередной бот. А понравились они мне тем, что, по-моему, эта карта взята из Hypixel, но на Hypixel она была много лет назад. Поэтому я словил такую ностальгию. Ну, или, может, я ошибаюсь, и там была другая карта, но, по крайней мере, она очень похожа. Пинг на этом сервере у меня тоже хороший, удары проходят классно, PvP приятная. А ещё здесь есть The Bridge, довольно-таки популярная мини-игра, и я знаю, что она многим нравится. Могу сказать, что здесь она сделана довольно-таки качественно, я сыграл несколько игр. И, конечно же, как вы думаете, что? Правильно, во всех катках я затащил, при этом счёт у меня всё время был 5-0. В общем, данный сервер мне реально понравился, я советую вам на нём поиграть и изучить другие режимы, которые здесь есть. Но я решил вам показать самые топовые, как по мне, режимы. По крайней мере, те мини-игры, на которых я играю чаще всего. Ну, а мы идём дальше. Следующий сервер, который я вам хочу показать, называется Pika. Ну, типа, Pikachu, знаете такое? Серьёзно, он сделан в этом стиле, это, конечно, смешно. Но лобби здесь красивое, мне нравится. Классно, что NPC, то есть режимы находятся рядом друг к другу, поэтому вы никак здесь не потеряетесь. Онлайн здесь тоже очень большой, примерно 2000 игроков здесь играют постоянно. Режимов не так уж и много, но они сделаны реально качественно. И самое главное, что это уже не плагиат Хайпикселя. К примеру, взять тоже мой любимый режим под названием Sky Wars. Во-первых, карты у них свои, ну, по крайней мере, точно не взяты с Хайпикселя. Хиты вроде как тоже сделаны по-своему. И могу сказать, что Sky Wars мне здесь реально понравился намного больше, чем на предыдущих серверах. PvP-система здесь очень классная. Удары проходят хорошо, пинг тоже хороший, лагов нет и всё чётко. Распределение дропа в сундуках здесь тоже очень грамотное и правильное. И хочу сказать, что игроки здесь уже поинтереснее. Да, ну, вы, конечно, тоже попадаются, но и более жёстких игроков я тут тоже встречал. Bad Wars на этом сервере похож на Bad Wars, который вы можете увидеть на Хайпикселе, как минимум система та же, да и у жителя предметы, насколько я понял, такие же, только вот нету зелени видимости, я не знаю почему. Но карты на Bad Wars, насколько я понимаю, у них тоже свои, по крайней мере, на Хайпикселе, я таких не помню. Сыграл я в Bad Wars несколько игр и могу сказать, что мне реально понравилось. Ещё здесь есть много всяких разных дуэлей, которые тоже качественно сделаны. Я сыграл в Sumo, а также в Build.U.H.C. и Classic дуэли. Абсолютно все дуэли мне понравились и, в целом, это хороший сервер. Опять же, я показываю не все режимы, но вы можете сами зайти и получше изучить данный проект и, возможно, вам понравятся ещё какие-нибудь режимы, которые я не успел показать в этом видео. Ну, а сейчас мы посмотрим на сервер, который я поставил на первое место в нашем сегодняшнем топе. На первое место я решил поставить сервер, который называется Jartex. И, скажу честно, он чем-то похож на предыдущий сервер, который называется Pika. Режимов здесь достаточно немало и они сделаны реально качественно. И это снова не плагиат Хайпикселя. К примеру, я зашёл на SkyWars и вы можете увидеть, что карта здесь не плагиат Хайпикселя. Кстати, обратите внимание, карта называется Пират. Просто прикольно, играю на карте Пират на пиратском сервере. SkyWars мне понравился тем, что, во-первых, он необычный, PvP-система хорошая, пинг тоже классный, удары проходят хорошо. Правда, вот если до этого я рофлил о том, что мне попадаются боты, и я имел в виду просто нубы, то здесь мне попался чувак с ником 0, нижнее подчёркивание, бот. И я вот пытаюсь понять, это реально бот или это просто какой-то никнейм себе кто-то поставил. Ну, неважно. В целом, классный здесь SkyWars, тут, кстати, есть прикольные необычные предметы, с которыми можно пофаниться. Ну и насчёт игроков, как вы думаете, что я скажу? Ну бы? Ну, как бы да, но всё же мне попались и нормальные PvP-шеры, я там ещё красиво сейвился в этой игре. В общем, мне понравилось, SkyWars качественный. Насчёт Бодварса могу сказать, что здесь он тоже очень прикольный, мне нравится, как он сделан. И здесь тоже такой прикол, что как бы система здесь такая же, как и на Бодварсе на Хайпикселе, но всё же отличия есть. Даже если мы посмотрим на предметы, которые мы можем купить у жителей, они немного отличаются. На Бодварсе я, кстати, тоже сыграл очень эпичную игру, всех игроков, конечно же, вынес, тиммейт мне даже немного помогал, удивительно. Но игроки на Бодварсе тоже мне попались, скажем так, не самые лучшие PvP-шеры. А ещё на этом сервере присутствуют разные дуэли, лично я решил зайти и поиграть в Build.UHC, вы можете поиграть во что-то другое. И, в общем, могу сказать, что этот сервер мне понравился. Ну что ж, напоследок хочу сказать, что я потратил реально много времени и сил на этот видос. И я надеюсь, он вам понравился, и вы поставите лайк. Давайте так, набираем 2000 лайков на этом видео, и я записываю следующую часть, где покажу ещё какие-нибудь крутые сервера в Майнкрафт. А также напишите в комментариях, какой сервер из этого видео вам понравился больше всего, мне очень интересно узнать. И не забудьте подписаться на мой канал. А с вами была Гера, и всем пока!